История Казахстана История Казахстана История Казахстана История Казахстана История Казахстана Вот сегодня во многих наших соседних государствах, бывших в странах СНГ, происходят интересные события. Мы говорили там, революции разных цветов. Я сейчас не буду касаться того или другого государства, той или другой страны, но скажу свое мнение так. Вот эти вот события, наверное, происходят потому, что сейчас у нас в обществе нет такого лидера, на которого бы от души, в кавычке, наверное, от души, оглядывался, прислушивался бы народ. Вот это раз. И во-вторых, для Казахстана, конечно, революционных потрясений нет. Нет, ожидаемо ли, пускай об этом скажут специалисты, их мнение есть, но то, что происходит сегодня, вот страшное событие, это вот болезнь, пандемия, которую мы называем, мне кажется, также подсказывает, что нужны такие личности, за словом которых прислушивался бы народ. Вот я иногда так думаю, народ недоволен, какие-то протестные деяния внутри сидят. Настроение. Да. И я думаю, вот если народ, ну часть людей выходит на улицу, требует чего-то от государства, от правительства, вот где наши лидеры, народные избранники, чем они занимаются, почему они не выходят. И мне кажется, вот, я почему с этого начал, имя Исимберлина, начиная с середины, наверное, 50-х годов, уже потихонечку, потихонечку стал проникать в массы. И когда появился его роман «Ханкине», потом этот роман превратился в трилогию кочевники, по рассказам свидетелей, их растаскивали в буквальном смысле, их не хватало. Люди искали, они готовы были, люди, особенно казахи, готовы были все отдать, но лишь бы дома на полке стояли эти книги, и их могли бы читать все. Вот такой случай, оказывается, был в киоске, алматинский киоск. Ну, Арман Муратович, вы знаете, что раньше киоски хорошо работали, газеты, журналы. Очередь стояла. И вот однажды в один из киосков привозят журналы. Ну, тогда котируемый журнал «Желдос» на казахском языке, «Простор» на русском языке. И вот пожилой продавец говорит, из Исимберлина привезли. Есть Исимберлин. А тогда через журнал «Простор» на русском языке стал отрывками издаваться отрывки из роман-трилогии «Кочевники». На удивленные люди, ну, те, кто привезли, удивленно спрашивают, а почему именно «Простор»? А там, говорит, печатаются отрывки из произведения Исимберлина «Народ на расхват». То есть, почему? Потому что, написав роман-трилогию «Кочевники», а затем его вторую часть «Золотую орду», Исимберлин главным образом философски размышлял о судьбе казахского народа. Вчерашняя судьба, сегодня, а что ожидает? Мне всегда, я всегда часто цитирую один кусочек из его поэмы «Фараби». Я сейчас, Арман Мураш, позволю себе процитирую на казахском языке. Сюда улысты. «Тосады, керюенды, жолдар талай, жылжидол, езен-езен алға қарай, қазақ, қыпшақтың ол қыздарын не күтіптір, қаратын, әлдетанба, атқанарай. Мұрак, тима или прекрасный рассвет ажедай. А почему так? Потому что с малых лет Ильясы Семберлин воспитывался на истории своего народа. Воспитан был на истории. Вот он вспоминает так. Я, говорит, родился, а мой родной край, это от Олутауа до Арлутау. Иногда, говорят, это Арлутау, Арлутау. И в этом районе находится местность Харагой-Ин-Кашарла. Это степь Харагой-Ин-Кашарла, степь. И вот он говорит так. Именно по этой степи в свое время бродили казахские батыры. Ну, бродили, может быть, они немного грубовато. Одним словом, проезжали или проходили те люди, которые стояли у истоков казахского государства новообразованного, имеется в виду казахское ханство. Это раз. Во-вторых, говорит, мы в детстве, мое детство, говорит, часто проходило в районе, района Балуан-Коль. Я потом выяснил, это где-то тоже недалеко от Державинска, Державинска находится. В Сурну Аркалакова. Да, в Сурну Аркалакова. Вот как раз это центр Каракаинских степей. И вот летом, говорит, мы туда выезжали на Жайляу. Дети целый день играем, помогаем взрослым. Наступает вечер. Наступает вечер. Через некоторое время, говорит, уже более взрослые, юноши, девушки появляются. Они на алтабаканах качаются, играют, поют. И вот кульминационный момент этого явления, появление певца Кагбай. Выходил, говорит, он со своей дамброй и начинал играть на дамбре и рассказывать, вот, как мы говорим, о казахских батырах, начиная от Асан-Кай-Ге, кто такой Жан-Бе, кто такой Кирей, кто такие. То есть те герои, которые встречаются в произведении Кисембельной кочевники, все данные, он не то, что данные, а обо всех этих людях он слушал и слышал от этого певца Кагбая. Это его детские яркие воспоминания. Они глубоко сидели. Потом, извините, он дальше продолжает, говорит, вот, я раньше, далее думал, 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 и пришел однажды к выводу. А почему мне не написать? То есть какое-то историческое произведение о жизни казахов, вот, начиная с момента образования казахского ханства. Это раз. И во-вторых, все те явления, которые имеют место в произведениях Кисемберина, они сейчас находят, как бы, свое подтверждение. То есть название местности, название людей. Вот в Адбасарском районе, в районе города Адбасара находится местность под названием Орманбет. И некоторые говорят, что Орманбет – это и есть Орсхан. Один из основателей или продолжателей дел Чингисхана в период Золотой Орды. Года два назад мы ездили в Кеминский район. Там мне давно уже… Арман Муратович, вы помните, был у нас преподаватель Баян Байкусаинович, историк. Помните? Вот этот, вот, жаль, что мы тогда до конца дела не довели. И он мне все время говорил, Оман Гельды, Ларкевич, вот там что-то есть. В районе Козлту что-то есть, что-то есть, что-то есть. Пару попыток мы делали. Я однажды даже туда возил 5-6 человек наших ученых. Артахпаев, господин Артахпаев был. Торсунджер с нами был. Я говорю, а почему вы так думаете? Почему вы уверены, что это именно Тохтамас? Они мне говорили, а когда мы в детстве игрались, нам взрослые говорили, идите, поднимитесь на соку, поиграйте там. Вдруг вы найдете золото Тохтамаса. Ну, мы поехали, посмотрели, но все говорили о том, что там что-то было. Три сопки, искусственные, недалеко, брод через реку Ишип. То есть я хочу этим сказать, что Исимберлин, во-первых, Исимберлин, Исимберлину удалось расшевелить, расшевелить тот огромный пласт, то огромное духовное богатство казахов под названием устные народные творчества. То есть из уста тогда, в уста передавались легенды, сказания о батырах, о деяниях наших предков. Но интересно то, что теперь уже название местности подсказывает, что именно там действительно происходили какие-то события, связанные с образованием казахского ханства. Вам хорошо знакомо название города Адбасара? Конечно. Ну и когда мы вас учили в свое время на факультете истории, говорили, что Адбасар – это город, появившийся… В результате административных реформ? Да, да, да. Вот такие, Адбасар, базар. Лошадиный или конский базар, и лошадиный базар для нас яхты. Но в народе бытует еще одна легенда о том, что название этого города связано с именем Асанхайгэ. Якобы Асанхайгэ здесь проезжал или было здесь. Вот сюда ступали ноги. Атнын басхандиры. Атнын басхандиры. Насколько это так, я не знаю, но во всяком случае название города Адбасара уже фигурирует в исторических сведениях 15 века. 14-15 веков. Там есть такое событие, когда один из Средневеков, сейчас я сразу не могу, если нужно будет, мы с вами поднимем эти материалы, которые у меня дома сейчас хранятся. Вот Средневеков, автор пишет, великий бахатур, вдев ноги в стреме своего норовистого, норовистого коня, направил его в сторону Адбасара. А мы говорим Адбасару 179. Да, Адбасара. А и другой автор продолжает. На том месте, где река Адбасар вливает в реку Иш-Исль, произошло большое сражение, где потерпел поражение Мустафа-хан. А вот то, что я выше говорил, Ормамбет, это тоже связано с Мустафа-ханом. То есть в средние века в этом районе находился хан Мустафа. где-то можно даже, можно где-то, наверное, поискать, если хорошо подумать, можно найти, наверное, сведения, что здесь, возможно, сюда, здесь или проходили, как мы говорим, копыта лошадей и знаменитого Абулхаира. Основателя государства кочевых узбеков. Вот теперь вот почему я так долго, долго и делаю вступление. То есть вот эти вот события, какое-то событие, в какой-то степени через устные народные творчества были доступны или доходили до Есимберлина. И он, видимо, задумался, если такой народ, отстояв такую землю, верен был предкам своих, духам своих предков, во что он превратился? Во что превращается? И что его ожидает впереди? Понимаете? Вот я однажды пришел, призадумался, вот почему называется общее название «Кочевники». Но ведь «Кочевники» состоят из трех романов, вот выше я назвал, это «Ханкине». Но «Ханкине», «Жан-Талас», «Отчаяние», а нет, «Жан-Талас» – это вторая книга, «Ханкине», «Хахар», «Отчаяние». Почему такое название? Я вот читаю первый том «Алмаз-Класс». Ну, естественно, когда смотришь название «Алмаз-Класс», что напоминает? Это «Окенак» скифов, «Обоюдно-острое меч», «Оружие». Но однажды, читая, обратил внимание на такой сюжет. Вот Хасамхан наблюдает за полем битвы и окружающим, говорит, «Смотрите, смотрите, какая сила идет!» Это же, говорит, «Алмаз-Класс». «Алмаз-Класс» – «Золотая меч», да? Но на самом деле это идет объединенная сила казахских родов. И вот он дальше говорит, «Манамас-Карагой», если казахи, как бы разрозненные казахи, разбросанные, я прошу прощения, по родам, или преклоняющиеся перед родовыми какими-то традициями, объединились и пошли на врага, это уже, говорит, «Золотая меч», «Алмаз-Класс». И вот это вот объединенный народ, прислушавшись к таким лидерам, как Хасамхан, его дети, Кири и Джанибек, смогли создать, а дальше, а, объединились, и Хасамхан смог создать мощные, можно, наверное, даже так назвать, небывалые Центральной Азии для сего его периода, централизованные государством. Он сумел объединить всех, убедить их. Ему, конечно, и Асан-Кайгэ помогал, как и Дио, как и Дио, другие, но прислушавшись, объединились, создали. Это была мощная сила, мощная сила. Кипчаками их называли. Мы сейчас Кипчаками, это вот я до этого, помните, я вам говорю про историка российского, русского историка Соловьева, он говорит, Половцы это, Половцы, Половцы потом переименовавшиеся в Кипчаков. Каманами их называли в Европе, Кипчаками на Востоке называли. Одно, множество версий есть происхождения слов Кипчак, но я, мне симпатизирует, или как мы говорим, импонирует такое вот понятие рыжие, голубоглазые, рыжие, то есть степных народов вот так называли, но на русском языке Половцы, на европейском это Куманы и И вот они создают централизованные государства. Это государство, это не государство периода Чингисхана, это государство, отличающееся своими какими-то специфическими особенностями. во-первых, определяется территория. Вот мы раньше говорили, Кипчакская степь, это от Иртыша до Волги, туда, куда доходили копыта татаро-монгольских коней, называется Великой степью. Кипчакская степь. Кипчакская степь. Понимаете, и вот вот это обозначив как уже национальное достояние, определив территорию опять-таки как национальное достояние, Хасамхан и его сторонники смогли убедить. Но второй роман называется Отчаяние, Жанталас. Опять-таки наступает такое время, когда уже былые истоки сохранения устоев того или разноформатного государства, они уже начинают. Вот у казаха и говорят Блектунгши Майзану Ши, то есть копье, оружие батыров, сила в мускулах и они. Это время проходит. Между государствами уже как мы говорим наступает пора перемен. Вместо сабель, шпак или пик приходят оружие. Огненные оружие, как русские источники говорят. И в этих условиях вызывать кого-то на поединок, как или Амуримец или Хабланда. Уже они проходят. Нужно искать какие-то другие методы, другие средства соприкосновения или сожительства с соседними государствами. Они тоже имеют свои интересы. Так, Жарман Мурадович? Вот это и есть. И вот понимаете, почему отчаяние? И вот действительно такой период начинает. С одной стороны мощная Китайская империя, с другой стороны уже прочно на ноги Российской империи, то это еще соседи среднеазиатские государства. Любое из них могут посягнуть на территорию Казахстана и имея малое количество людей бесконечная война она может привести к печальным последствиям. И вот сила центрального государства тогда казахские лидеры лидеры ханы начинают искать вот интересно что можно здесь как можно противостоять вот этим явлением Китай среднеазиатские государства наиболее мощно выглядит Россия Россия тем более географическое расположение это сколько там 7 или 11 тысяч километров городе более 7000 городе как сохранить и вот тогда начинает думать а может быть с ними искать другие методы соприкосновения торговые культурные и таким образом как-то а может быть даже комплект деда Арман Муратович как половцы в одно время вернее русские князья пошли к половцам и по-моему Переяславль был князь киевский впервые пошел на брачный союз с половцами может быть такие деген свят но у казахов я не знаю такое было во всяком случае но то что вот между казахами и Казахстаном и Россией тогда казахские ханства казахские роды русские князья русские княжества у них взаимоотношения идут издревле издревле это мне кажется даже таких явлений ну во всяком случае не встречал что допустим было с Китаем или там со среднеазиатскими государствами во время набегов к ней русские князья обращались а во время междоусобиц русские князья обращались к кочевникам помоги брат опять таки с огузами у них были военные вот огузы огузы вместе с половцами да 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 казахский каганат вот такие вот явления может быть продолжать и какими-то другими методами ну а последствия последствия конечно для казахского государства казахского для казахского государства формате ханства оказалось печально мы это знаем мы это знаем ну и теперь третий момент третий роман Ханкине почему он назвал почему так Ханкине вдруг появляется вот там вот этот перед ханство здесь взаимоотношения Аблайхан с русскими как поступал с китайцами как поступал то есть он мудрую какую-то политику кинесары отважный кинесары не чувствуя что это может для него лично оказаться очень печальным трагическим но 10 лет стоял во главе казахского народа во главе протестного движения протестного движения вызванное действиями колониальных властей не получается цивилизованно решать межгосударственные проблемы цивилизованно уважая друг друга тут здесь принцип я выше всего я сильнее всего я мощнее всего а ты посравнили кто со мной давай подчиняйся и постепенно вот зем зем землю начинает уступать уступать но это долгий разговор резюме если межгосударственные отношения не будут регулироваться цивилизованными методами наступает период кенесары сегодня вы да вы сегодня его каким-нибудь образом остановите убьете лишите головы но завтра появится другой кенесары и это будет бесконечно то есть регулирование межгосударственных отношений отказ от цивилизованных от культурных от гуманных методов все равно будет порождать я однажды читая опять роман трилогии третью часть этой трилогии обратил внимание тут уже речь идет об одном казахском ученом 70-х 60-х годов Машани который впервые доказал что Альфараби принадлежит казахскому народу что он выходит из казахских степей Кипчак оказывается Альфараби Машани имя Машани оказывается встречается в романе Симберлина я вот этот кусок нашел несколько раз перечитал но речь о Машани Би который был жил в Каркарлинске в Каркарлинске во второй половине 19 века он не просто употребляет Машани он пишет так говорит он был известный Би я потом еще кое-какие материалы нашел и есть интересные не просто так он обращает внимание на то что у Машани был внук и целые страницы десятки две страниц посвящены этому молодому человеку то там он появляется я сейчас Иссен Иссен Гильды по-моему его имя то там появляется потом забывает потом во второй раз третий раз четвертый раз и в конце до концов концов вот посвятив роман Кенесары Хану Кенесары где-то Иссен Берин бросает такую рюк вот Иссен Гильды наступит время он говорит так во главе Алаш-Ардинского движения будет стоять такие люди как Иссен Гильды вот представляете Арман Муратович пишет 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 про Кенесары и вдруг одно слово бросает Алаш-Арды Алаш-Ардинского движения он пишет по-моему так пишет если я не ошибаюсь и вот лидерами этого движения будут стоять такие образованные цивилизованные личности как Иссен Гильды и тогда я думаю ничего себе какой вот призыв пожелания пожелания прогноз да прогноз то что вот я вначале говорил что сегодняшние события которые происходят страшные события пандемии которые идут по Казахстану и по всему миру оно говорит о том что мы должны сейчас вот сейчас нужны люди такие вот которые могут сказать народу я прав поэтому наверное мне Симберли нравится вот с его с его философией с его жизненными принципами вот он мне нравится жаль 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 как говорил экс президент Киргизии у каждого президента своя мечта есть вот где-то вот такую реплику у меня мечта я когда-то написал книгу нравится не нравится это я должен знать через читателей но к сожалению эта книга вышла очень малым тиражом буквально 500 экземпляров и дальше вот продвинуть это дело и не могу а сейчас вот я почему сейчас об этом вспомнил и говорю через ваше телевидение не ради того чтобы кого-то умолять она вам помогите у всех а уже идет я сам уже даже наблюдаю как идет тенденция искажения биографии или там творческой деятельности из Симберлина вот недавно один молодой журналист ездил я сам видел эту передачу через ватсап правда он съездил посмотрел показал музей из Симберлина восхищен и вдруг говорит вот из Симберлин учился в Козларде Козларде де Гансиятта да из Симберлин учился в Козларде но он не из Адбасара поехал в Козларду он поехал за своим жезди как мы говорим муж сестры в десхазган детсказган там каким-то образом подобрали его в кавычках и отправили учиться действительно в Козларду он там восьмилетку окончил после окончания восьмилетки он вернулся и стал работать в бесполкоме я на это обращаю почему внимание потому что понимаете именно в Харсахбайе Харсахбайе произошло ломка взглядов мне кажется ломка взглядов вот почему он решил написать Ломка взглядов что-то значит спровоцировало это? голод голод Арман Муратович он видел как возле Харсахбаева в районе Харсахбаева как умирали казахи и работая в исполкоме он ну говорят что он вывозил людей я не знаю мертвых или живых а у Жуала станцию Жуала в район железной дороги чтобы оттуда куда-нибудь они могли уехать Лизбель здесь не пока но дело не в этом дело в том что молодого Есимберина шокировала вот глупая смерть казахов от голода и он тогда написал оказывается письмо секретарю первому секретарю Карсахбаевского райкового партии Теляляеву к сожалению вот это письмо я пока не могу найти ищу но следов нет единственное об этом говорит его брат Рунах он писал письмо на имя Теляляева он оказывается поднимал вопрос а почему умирают казахи а почему не русские или другие почему не рабочие потому что рабочим Карсахбаевского заводов промышленных предприятий выдавали специальные пайки их семьям выдавали пайки а казахи в этот момент умирали от голода и вот он видимо задавался вопрос почему так и я иногда думаю так в 20-х годах по Волжье голод был у нас когда мы в школе учились в учебнях пишали окажем помощь голодающему по Волжью аральские рыбаки отправляли соль книга было так написано казахи 30-х годов гибли от голода более двух с половиной миллион человек от голода из них да вот потеря людская потеря но нигде ни одного слова нет помоги поможем голодающему казах голодающим казах почему вот вот это над этим видимо я не знаю насколько это сказалось на сказал вот это вот событие сказал Тесен Берлина но в душе у него крик какой-то видимо стены почему так почему гибнут казахи никто не может никто ни одного слова не говорит поможем поможем а помощь какая нужна не трогайте с колхозами совхозами как жили пусть живут вот если бы в годы войны казахстан имела казахстан имел то количество скота которое было до 33 года это 40 миллион голов скота 40 миллион солдаты не гибли бы войну казахстан один но может быть это я слишком груб но тем не менее казахстан мог бы тогда и обувать и одевать и накормить мы же знаем Алжир здесь вот Акмольдский лагерь изменников родных сейчас вот легенда ходит как голодающим женщинам казахи как голодающих женщин казахи забрасывали какими-то твердыми вещами белыми камнями солдаты смеялись вон даже пацаны казахские вас проклинают бросают женщина одна пишет упала на вот этот камушек белый и вдруг почувствовал запах положил в рот а оказывается корт понимаешь вот конечно Исим Берлин не конечно извини пожалуйста извините пожалуйста Исим Берлин тоже воевал он видел ужасы войны он видел как страдали солдаты от голода от холода возможно он тоже так думал эх черкнай если бы вот эти 40 миллионов скота которых в течение буквально в течение двух лет потеряли казахи что было бы вот таким вот образом Арман Муратович может быть я слишком много иногда отходил казалось бы но тем не менее вот Исим Берлин вот на меня оказывает влияние примерно в таком контексте человек думающий о своем о своей нации человек думающий о своем народе о своем народе да нельзя сказать что он был исключительно человеком он сам говорит вот недавно вот я сейчас вам рассказывал про этого молодого журналиста который хочет создать документальный фильм он говорит Исим Берлин сидел в тюрьме а он сидел он сидел но он как он сам намекает он тоже человек ничто человеческое не чуждо что может человека испортить деньги небольшая власть и вот когда он работал директором филармонии он это на себя испытал поехали в Москву наши артисты направо налево возвращается суммы не хватает тогда Исим Берлин напомнили об этом Исим Берлин оказывается все свое состояние продал вернул деньги но один из работников центрального аппарата тут напомнил а он он не наш товарищ не наш товарищ он он же женился на дочери врага народа значит у него череп на душе какая-то есть сидит напомнили напомнили и посадили в тюрьму на 10 лет правда он как свой старший товарищ Бек Маханов а может быть ровесник торговец Берзаман Адамдар не до конца отец помогло ему помогла его специальность он же горняк взрывник оказывается когда он сам пишет довели до такого состояния когда я уже все прощался с жизнью и вдруг кто-то вспомнил что я взрывник и вот устроившись или не устроившись а тренинг вот за взрывника да в такую ему должность поек увеличили условия ему немного поменяли и вот он таким образом остался в живых но все это я говорю не ради того чтобы почему я об этом вспоминаю когда мы говорим пусть это будет Исим Берлин пусть это будет Ташенов пусть это будет другой человек Сакэнси Фоли и так далее и так подобное мы должны знать что в принципе все мы Адамес ничто человеческое не чуждо вот Исим Берлинский образ говорит о том что иногда нужно вот это вот ничто человеческое не чуждо мне к это переходить перешагивать я хочу наверное время уже выходит Арман заключение такое вот сделать сейчас мы отмечаем юбилей нашего великого певца поэта Абая Кунанбаева мы боготворим его мы сейчас бесконечно вспоминаем все это правильно я не отрицаю его слова назидания и так далее и там подобное но Абай Кунанбаев вся философия Абая Кунанбаева как раз и заключается в этом человек помни ничто человеческое тебе не чуждо но вот этот барьер или что там и что-то такое вот соблазн а вот вспомнил соблазн как можно перешагнуть перейти преодолеть преодолеть у Абая сын был Травл у него он написал небольшую книжечку о моем отцеде я вот до сих жаль я опять-таки потерял эту книгу я до сих пор помню он пишет все пишут говорят о том что мой отец великий человек великий человек не знаю он простой человек вот мы вместе сидим вместе там творим и так далее там подобное ничего такого не видно но величество Абая заключается в том что мысли уходили далеко вперед намного выше то есть он семимильными шагами опережал наше мышление нашу философию а наша философия иногда может быть ограничивается бытым повседневным зачастую да и точно так же наверное нужно говорить о эссимберлине если мы говорим об эссимберлине говорит о том что он перед собой видел свой народ с его и величием и погрешностями но он на первое место ставил его величие возвышал свою роман трилогии вот я два назвал два романа назвал другие произведения и если мы говорим будем говорить об эссимберлине видимо не только это касательно эссимберлина нужно быть очень аккуратным говорить человеку поколению то что есть как он дошел о чем думал то что